В удачном завершился традиционный кубок по мини-футболу. Все октябрьские выходные в спортивном зале общественного центра жители города наблюдали за футбольными баталиями. Кто принял участие и как распределились призовые места, расскажет Анна Потах. В соревновании приняли участие шесть команд. Фабрика, горняк, малые цеха и шахтостроители, спасатели и молодежная сборная. Игры проходили по круговой системе. Все шесть команд достойно выступили. И в полуфинале достойные малые цеха, достойную группу показала в полуфинале. Выиграла достаточно сильные команды, горняк. Тем образом вышли, играли с фабрикой за первое место. Обогатители с первых минут захватили преимущество над малыми цехами, сыграв в первом тайме 3-1. Во второй части игры фабрика разгромила соперника со счетом 11-3. Однако самую важную победу в турнире малые цеха все же смогли одержать, опередив в полуфинале горняков. Таким образом, главный кубок по мини-футболу забрала команда фабрики. Вторыми стали малые цеха, а бронза досталась горнякам. Четвертое место в турнирной таблице заняла команда спасателей. Пятыми стала новая команда шахтостроительного управления. Молодежная сборная с минимальными очками стала шестой из шести. Команды уже не впервые встречаются на поле и хорошо знакомы. Именно поэтому чаще всего результаты матчей легко предугадать. Участники соревнований надеются, что в удачном будут появляться и новые команды. В планах у города провести открытое первенство по мини-футболу, чтобы привлечь как можно больше новых игроков.